Саламат Стармакрумя, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я хотел бы поздравить сегодня всех нас с победой, с выходом Мухтара Джарши на свободу. Многие из вас сотнями, тысячами выходили с требованием его освобождения. Многие из вас требовали освободить вообще всех политических заключенных в стране. Многие из вас требовали и требуют, чтобы в нашей стране не было никогда политических заключенных в принципе. И сегодня такая важная победа. Эта победа празднуется всей страной. Она не случайно именно всей страной празднуется, потому что Мухтар Джарши действительно один из самых заметных политических узников страны. Он является политическим заложником. Политическим заложником этого режима. Именно поэтому он признан политическим узником. Всеми ведущими международными правозащитными организациями. По нему вышло специальное решение ООН, которое потребовало освободить Мухтара Джарши. Вы должны понимать, что это не случайно. Потому что и международная общественность, и международные организации, и наши граждане понимают, насколько важно это событие, насколько сильный и необычный человек заключен Нурсултаном Назарбаевым в тюрьму. Он сидел в тюрьме почти 11 лет. Почти 11 лет сидел в тюрьме, который создал компанию, организовал компанию Каза Тампром, сделал ее номер один в мире. Я уже много раз в своих выступлениях говорил, что у нас такого аналога нет. Эта компания создала десятки тысяч новых рабочих мест. Она платила в бюджет сотни миллионов долларов, на которые содержались целые города, строились дороги. Эта компания лучшая, то когда-либо что-либо создавалось в нашей стране. И это все сделал Мухтар Джаршев. Он организовал команду. Он пришел в компанию, которая была банкротом. Он пришел в компанию, которая хотела купить всего лишь контрольный пакет за 8 миллионов долларов. Это был период кризиса. Это было в 99-м году, когда оказалось, что эта отрасль уже никогда не поднимется с колен. И многие из вас не понимают, а какой же был вклад, не понимают, какая польза от урановой компании. Я хотел еще раз объяснить, что сотни миллионов долларов поступает в бюджет страны. Это позволяет выплачивать заработные платы бюджетным работникам, пенсии. Тысячи людей получают работу, потом не только в нашей стране, но и за рубежом. В результате деятельности компании. Мухтару Джаршеву не дали возможность построить еще более диверсифицированную компанию, которая бы производила другие элементы составляющей урановой продукции, связанные с производством атомной электроэнергетики. Но наступит время, когда этот режим уйдет. Мы это сделаем. Но важно то, что даже после того, как Мухтар Джаршев был посажен в тюрьму, эта компания продолжала свое системное развитие, то есть он построил систему, не просто компанию, которая работала бы под влиянием и присутствием только одного человека, лидера. Нет, он построил систему, и эта компания продолжает оставаться номер один в мире. Это, я считаю, гигантская заслуга перед нашей страной, перед нашим обществом. Именно поэтому сегодня выход на свободу Мухтара Джаршева праздновала вся страна. Именно поэтому тысячи людей выходили на митинги. Именно поэтому все лето прошлого года, осень, непрерывно шли акции протеста с требованием освободить Мухтара Джаршева. И я хочу поздравить сегодня очень многих наших граждан, которые, не боясь полиции, спецслужб, не боясь потерять работу, выходили на протесты и требовали его освобождения. Я хотел бы поблагодарить правозащитные компании, организации во всем мире, очень известные. Я даже не буду их называть, их практически все ведущие. Особо я хотел бы отметить Бахчан Туригожину, правозащитную, очень известную, которая создала специальную структуру ТРЕК и организовывала политическую защиту Мухтара Джаршева с момента только его посадки в тюрьму. Персонально хотел бы поблагодарить имена, в первую очередь, Бахчан Туригожину, выразить огромную благодарность Нурлану Бесикееву, адвокату, которому угрожали отозвать лицензию, которому создавали разные проблемы, но он упорно и упорно его защищал. И сегодня я видел фотографию Мухтара Джаршева, он был в числе тех, кто его встречал, был рядом с ним. И таких людей в нашей стране множество. Упорно выходил на пикеты с требованием освобождения Мухтара Джаршева. Асхаджик Сибаев, который минимум шесть раз был посажен в тюрьму после каждого своего пикета, и у него появилось огромное количество последователей. Большую работу и упорство проявила Камила Шаканова, которая требовала освобождения Мухтара Джаршева, и у нее тоже появилось очень много последователей. И было много других, которые выражали свой протест. Я даже сейчас всех фамилии не могу перечислить. Я могу сказать, что практически все города нашей страны были вовлечены в процесс освобождения Мухтара Джаршева. Когда первый раз 10 мая 2018 года мы объявили о проведении митинга с требованием освобождения политических заключенных и требованием было нет пыткам, я помню, как мы принимали решение, как это было мучительно, потому что у нас шли споры и казалось, что общество еще не готово бороться за кого-то. Но с 2018 года все изменилось. На первые протесты в Астане, в Алма-Ате, в Шемкенте и других городах вышло десятки и сотни людей, я, честно говоря, был поражен. Я предполагал, что люди будут выходить в первую очередь за свои какие-то экономические интересы, требования разные, но тем не менее общество отозвалось, начало действовать. Два года непрерывной такой борьбы, непрерывных протестов, международное давление, оно появилось в первую очередь благодаря именно вам, уважаемые друзья, уважаемые активисты. Это было давление со стороны ООН, Госдепартамент США, Европы, Европарламент, массу резолюций по этому поводу выпустил именно благодаря вам, благодаря вашей активности в Бесс-Рашию. И поэтому, конечно же, это победа всего общества, всего общества, всей нашей страны. Но мы должны не забывать, что мы, как общество, организовываем сопротивление против режима Нурсултана Назарбаева и требуем освободить всех политических заключенных, абсолютно всех. Сегодня мы опубликовали этот список политических заключенных, конечно, он не полный. Их у нас десятки, сотни и многие имена даже неизвестны. И мы должны бороться, чтобы вообще никогда этого не было, потому что в правовом государстве, в справедливом государстве не может быть политических заключенных. Завтра мы построим такую страну, такое общество. Но это возможно только тогда, когда сегодня, прямо сегодня, немедленно, сейчас, мы будем требовать освободить всех политических заключенных. Я очень сожалею, что Дулат Агадил, который активно участвовал в такого рода протестах, не дожил до сегодня, до такого важного дня. Он погиб, он замучен, его запытали наши спецслужбы. Мы должны требовать расследования, расследования и найти виновных исполнителей. Кто главный заказчик, мы знаем, что это Нурсултан Назарбаев, но мы должны наказать исполнителей. Поэтому, уважаемые друзья, наша борьба не должна останавливаться. Мы должны требовать освободить политических заключенных. И когда режим будет шаг за шагом отступать и освобождать, этот режим будет тоже меняться. Будет меняться, наступит момент, когда режим прекратит преследовать активистов, которые выходят на митинги, на акции протеста, выходят со своими справедливыми требованиями, потому что этими действиями мы закладываем свое справедливое будущее, справедливое государство. Мы не защищаем просто одного человека или второго. Мы строим новое государство, новое справедливое. Мы строим свое будущее. И поэтому мы должны бороться, чтобы в нашей стране не было никогда политических заключенных, чтобы в нашей стране работал закон. И поэтому мы должны продолжать свою деятельность. Теперь, уважаемые друзья, обратите внимание. Сегодня, когда Мухтар Джакшев вышел на свободу, он выходил. Я хотел бы пояснить какие-то моменты, которые для людей непонятны. Когда сотни поддерживающих людей, приехавших с самых разных уголков нашей страны, я был поражен, там были из-за трав западного Казахстана. Представьте, в условии, когда коронавирус, перекрыты транспортные коридоры, люди приехали со всех уголков страны. И вы видели огромное количество машин. Он должен был выйти из Джакшев в 9 часов утра. Реально, он вышел только через полтора часа. И там сотни активистов перегородили дорогу, чтобы выразить свое уважение и поддержку Мухтара Джакшева. Я очень им благодарен. Я благодарен всем активистам нашей страны. Я благодарен тем, кто принимал участие в этой борьбе. И когда Мухтар Джакш вышел из машины, вы все должны знать, у него сейчас очень плохое состояние здоровья. Он живет на лекарствах. И, конечно, его близкие были сильно обеспокоены, что если он каким-то образом случайно заболеет коронавирусом, у него сейчас это может для него кончиться плохо. И поэтому, конечно же, его супруга Джамиля, которая была рядом, она ограждала, пыталась его защитить. Не дать возможность приблизиться на расстояние больше, чем метр. Люди задавали вопрос, почему она стоит впереди. Кто не понял, я этот момент поясняю. Далее. Разные информационные издания, в том числе якобы оппозиционные, выставили фотографии, где он фотографировался дома с рядами бизнесменов. И прозвучали вопросы, как же так, они не были на акциях, на митингах, и они там с ним фотографировались. Я хочу сказать, что Мухтар Джакши пользуется огромным уважением среди политической верхушки, пользуется огромным уважением среди бизнесменов, он пользуется огромным уважением среди всего народа. И поэтому к нему люди приходят домой, разговаривают, встречаются. И этот процесс будет длительный. И, конечно, они будут фотографироваться, такие фотографии будут появляться. И в этом ничего такого нет. Я хочу сказать следующее. Когда какие-то издания, YouTube или та же самая власть эти фотографии использует, хочет показать, что он с властью, вы задумаетесь, если бы вас посадили на 11 лет в тюрьму, если бы вы потеряли здоровье, если бы вам подорвали ваше имя, фактически вас пытали в течение 11 лет, разве вы будете сотрудничать с режимом, разве будете вы благодарны султану Назарбаеву, который разрушил жизнь человека? Нет. Ни один нормальный человек так никогда не подумает. И поэтому, когда кто-то вбрасывает эти фотографии и говорит, вот он, видите, какой сякой с этими людьми стоял, это ущербные люди. Ущербные люди, ущербные здания. Это, я считаю, те, кто пытается положить пятно, замазать человека, который 11 лет отсидел в тюрьме. 11 лет! И он никогда не будет любить этот режим, он никогда не будет другом султана Назарбаева. Это, естественно, так было бы с каждым человеком. И когда вот такие фотографии идут, и с попыткой какой-то другой смысл приложить, я считаю, это ущербные люди, которые хотят развернуть, использовать. Это не получится. Сейчас Мухтар Джачишев находится под неусыпным контролем спецслужб. Понятно, что его будут сейчас обкладывать со всех сторон, прослушивать все телефоны, анализировать все контакты. Многие из тех, кто приходил и был у него дома, чтобы вы понимали, безусловно, помогали его семье. Они по-своему в свое время помогали, пытались договориться с этой властью, чтобы его освободили. Но мы также должны понимать, что в реальности его освободило именно активное гражданское общество, которое выходило сотнями и тысячами на акции протеста. Это мы должны отчетливо понимать. Поэтому то, что там какие-то люди приходят, фотографируются, я считаю, что ничего в этом нет. И не надо приписывать какой-то другой смысл. Мы все должны понимать, что у человека сейчас подорвано здоровье. Во-первых, со своей стороны, что я могу сказать? Когда разные активисты говорят, что было бы хорошо, если бы Мухтар Джекшев встретился публично, обратился к обществу и так далее. Я думаю, что это все произойдет. Человек это очень благодарный, очень талантливый и умный. Это все произойдет, но думаю, что это будет позже. Потому что сейчас он будет думать в первую очередь и должен думать о своем здоровье. Ему запрещено покидать Казахстан. Ну и собственно даже сейчас ситуация с коронавирусом, он даже не сможет, если даже захочет куда-то выехать. Вы знаете, в каком плохом положении наша медицина, поэтому его здоровье, его жизнь все равно в опасности. Все равно в опасности. Я сам, как его близкий друг, не буду с ним разговаривать по телефону, потому что у меня спрашивают, а вы с ним поговорили, вы позвонили и так далее. Вы все отчетливо должны понимать. Назарбаев его ненавидит. Он, конечно, в первую очередь ненавидит меня, но он прекрасно понимает, что человека, которого посадил на 11 лет тюрьму, разрушил ему здоровье, разрушил все, то, что сильно сделал этот человек, ему никогда не будет прощено. Никогда. Ни один здравый человек не простит этого. Поэтому я лично не сомневаюсь в том, что и об отношениях кто рожаешь, потому что это любой человек так бы относился к режиму. Это первое. Второе. Я ему не буду звонить, чтобы не подвергать дополнительным проблемам его, ну, чтобы вышло судебное решение, что он два года и три месяца будет находиться под пробационным контролем. Это не тот человек, как наши подставные известные там так называемые политики, которые находятся под пробационным контролем, создают партию, угрожают, что мы снесем режим Назарбаев и так далее. Это не тот случай. его снова закатают, что называется, в асфальт, снова закроют и так далее, чтобы ни у кого не было сомнений, потому что Назарбаев реально четко оценивает, кто есть кто. и здесь, я надеюсь, нет наивных и еще раз, все те, кто бросает фотографии, пытается очернить его, я считаю, что это просто пропагандистский трюк, не случайно Tengri News издание властей выставило фотографии и как бы пыталось его выставить так, как будто это он человек, который сотрудничает с режимом. нет, это очевидно. Нам очень важно, что именно сейчас мы добиваемся успехов, сейчас перед страной очень серьезные трудности, коронавирус останавливает мировую экономику, цены на нефть стремительно падает, цена российской нефти, она такая же наша, продается уже по цене 19 долларов за баррель и будет меньше, будет, видимо, эксперты говорят, что будет и меньше 10 долларов за баррель. Хочу напомню, кто не понимает, что такое нефть, основные доходы, почти половина доходов нашей страны, нашего бюджета формируются за счет продажи нефти. И вот в начале года цена была 68 долларов за баррель, 19 долларов за баррель. То есть вы понимаете, что цена упала более чем в три раза на нефть, соответственно, это отразится на наших доходах. Плюс коронавирус, различные карантины, низкие цены на нефть приведут к тому, что уменьшится спрос на металлы, на разное сырье, это значит очень скоро будет падение цен на другое сырье, металлы, руды, которые производит Казахстан. Сотни тысяч людей потеряют свое рабочее место. Я могу сразу сказать, что такой опасности перед нашей страной не было никогда. Как минимум за 30 лет не было, но в реальности эксперты говорят, что это вообще наверное не было никогда. И вот в этих очень сложных ситуациях вы не видите Нурсултана Назарбаева, главу Совета безопасности вы его нигде и не видите. Он трусливо прячется, он трусливо прячется, потому что понимает, что сейчас его власть пошатнулась до предела. Пройдет месяц и там будет землетрясение. И в этих условиях такие победы, как выход Джакшева, они очень важны. Шаг за шагом мы будем отвоевывать свои права, шаг за шагом мы добьемся смены этого политического режима. Поэтому уважаемые друзья, я хочу вас поблагодарить. Я считаю, что сегодня очень важный шаг в условиях того, что происходит в мире. Происходит, что у нас в Казахстане не теряйте оптимизм. Мы все изменим, потому что наша страна обладает огромными возможностями. У нас талантливые люди, у нас очень много активных и умных людей. Наша страна обладает серьезными ресурсами и мы придем к власти и все эти богатства будут работать на страну. Они будут работать на страну в первую очередь только тогда, когда вы будете активными, как в деле Мухтара Джакшева, как в деле других политических заключенных. Сейчас очень важно нам всем объединяться, быть активными и мы добьемся успеха. Какие бы цены не были на нефть, мы все равно добьемся успеха. Мы все изменим. В первую очередь наша задача добиться смены этого политического строя и мы добьемся успеха. Все изменится и все у нас будет хорошо. Алга Казахстан.